в этом видео стеснительный пограничник руси что камера нас тормознул боснийский коп что я дегустирую боснийский самогон крепко я спасибо затариваемся пивасом пивас местный стоит одну марку это где-то 35 рублей и красавец три бенья вот такое вот хорватское утро красота ляпота а жить хочется вот в этом домике мы сегодня ночевали и вот такой вот вид на дубровник вот там порт смотри сколько яхт много там вообще красиво класс ну и на этом все покидаем дубровник едем боснию в горы красивые вида посмотрим вот она наша ласточка шеф до боснии докинешь дорогу покажешь ну что все покидаем дубровник едем в боснию в теребонька когда город называется рябинья рябинья или трябинья что-то пишет навигатор 32 километра и границу проходить посмотрим какая за граница так а вот и граница уже ехали минут 15 и приехали на границу с босни герцоговиной хорватская сторона вот народу никого вообще огонь сейчас наверно по классике быстро проскочим даже не улезая из автомобиля а вот и боснийская граница таможня босния герцоговина так тоже народу никого и все в крестах вот туда вон туда там красная вот так вот подъехали добром руси что камера не работают к выключен хвала спасибо до свидания ну что друзья вот мы в боснии и герцеговине вообще быстро прошли границу так вот чем примечательно для меня босния это моя 30 страна в которой побывал не считая непризнанных республик не вижу повода не выпить за это сегодня вот она такая вот гость не трибини дали черногория обратно у нас зачем-то тормознул боснийский коп фронт а эээээээээээээээээм 1 на все Все нормально. Все хорошо с машиной, все хорошо. Босния, большой страной. Республика Сербская Новобосния. Республика Сербская Новобосния? Окей. Сербо и Руссия. Я говорю тебе, что ты Украина. Ты мне говоришь, что я не знаю, что я русский. Да, окей. Я знаю Босния, а я сербия. Сербия, окей. Спасибо большое. Вот так вот познакомились с сербским полицейским. Что он сказал, что Босния... Я спросил, куда едут эти молодые господа. А что там про Боснию говорил? Республика Сербская не Босния? Он говорит, ну, сначала спросил, все хорошо? Я говорю, что? Он говорит, ну, типа, speak English. Он говорит, ну, типа, как я. Говорит, все хорошо. Я говорю, да, все хорошо. Он говорит, все хорошая страна. Типа, Босния. Он говорит, это не Босния, это Республика Сербская. Ну, типа, потому что... Я не боснеец, я, типа, серб. А что ты про Украину задвигал? Говорит, я ему говорю, что я же... Я, говорю, думал, что это одна страна, типа, часть. Он говорит, что... Ну, если вы украинец... Если я сейчас вам скажу, типа, что... О, здравствуйте, вы украинец. Вы же скажете, нет, нет, я русский. Вот и я так же. Типа, Республика Сербская это не Босния, я ему сказал. Такой, сепаратюга, короче. Сепаратюга, да. Ну, ладно, будем иметь в виду. Сепаратистские настроения в Боснии присутствуют. В республике Сербской, а не в Боснии. О, паровоз. И вот такое вот дребенье. Едем, едем, едем. Бля, мы проехали. Парковка, где должны паркнуться были. Припарковались. На бесплатной парковке. И пришли на местный рынок. А местный рынок- это какая-то барахолка. Вот так вот выглядит. Смотрите. Брюрюрюрюрюрюрюрю. И все подряд. И капуста, и полотенца, и носки, и шапки, и трусы. вот такой вот рыночек вот это что виноград это лимонад или что это сок раки раки самогон да попробуй попробую я не откажусь ее вот уроки а лет кружки крепко груши сливка самогон самогон и в обменник change money евро марки можно купола один к ну я понял половина акаде сих марок на 5 евро саму пола где берете евро тоже можно евро и нож может отчет хоть взять и матю до сих пор у меня так прям ну попробуй попробовать вина нахуй с собой ну может возьмем не уйти оружие ну как она хорошая полусухую а белое есть вина белая так раз мы можем взять и сегодня попить даже не дан литр можно литр и пол литр и пол окей полтора да добро сколько вот закупились винарем сегодня отметим мою тридцатую страну красота жаль вина не белая белого нету только красная но вино неплохое как я люблю я белого не дышит дорогой я его не пью да жалко что нет белого вместе с покупкой вина у бабули выменил местную валюту одна конвертируемая марка то есть за 1 евро мы получили две монетки по одному марк по одной марке так что вот так вот вот собственно трибиния мы сейчас здесь вот старый город и вот сюда вот надо будет сюда ехать нам подняться ну и собственно все больше здесь делать нечего где-то на часик наверное на полтора все пошли гулять по старому городу крепостная стена такая конечно вяленькая но прикольная зашли в старый город здесь это не сплошные кафе хи сувенирки улица старый град а местный фастфуд пиццерии да понятно имя не совсем местный но магнитики шапки церкви на звезды есть партизан есть все есть ну сейчас мы здесь полазим немного и выйдем на набережную но раз мы в боснии значит здесь должна быть мечеть и вот она собственная персона те же полицейский объяснил что мы не в боснии да концы паратюга галины но гордок такой прикольный интересный маленький небольшой не особо видимо туристический хотя кафешек много в старом городе вот еще одна мечеть нарисовалась вот вышли на набережную старого города все вода в речке чистая вообще прозрачная только что одно все загаженные бутылками да всяким остальным мусором так вот это уже видимо современный город на той стороне там делать нечего мост горы и хорошо тут но скучно все покидаем старый город и идем идем дальше взять вон на ту гору где монастырь вот сейчас вот мы поедем забираться для пацаны здесь киви растет смотрите на деревьях никому не надо не подлезть блин вот она как будто распуститься ты же прикольные домики такие два вот стоят с жалюзями с этими составными такими балкончик классный так интересно и вот молодел какой-то стоит уже не так прикольно а вот эти дома прям 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 огонь прям классно классно его там рынок зашли за пивасом в общем пивас местный стоит одну марку это где-то 35 рублей наши деньги но чуть меньше ну в районе 35 рублей ну ништяк пивас стоит путь на гору вот так вот выглядит в принципе ехать можно так сейчас будет поворот крутой на 180 градусов оба и тут бой поднялись на гору на машине парковка есть так что очень удобно рекомендую и вот так вот вид на весь город видно все вот там вот мост старый там часть старая города где мы лазили там вот стадион даже местной команды лео тор ну и вот такой вот маленький городок на горе помимо крутого вида еще есть какой-то православный комплекс церковь звонница еще какая-то церква ну и такой вот садик здесь интересный ту и высажены сувенирка есть и что-то еще даже строится какая-то видимо церквушка ну так здесь интересно достаточно заехать стоит посмотреть на город церковь можно зайти мы пиваса бахнуть что сейчас собственно и сделаю в общем нахватили бы местного пиваса вот такой вот хотели мы его в арке на остановке ну или просто какой-то киоска стоял непонятно с новкой не суть в общем здесь дублируется валюта еврами то есть она не в цене написано на пиво допустим а просто гриш можно сплатиться еврами они считаются спокойно принимают евро так что можешь даже не заморачиваться не менять местные марки расплачиваться везде еврами ну и карты принимают в магазинах так что круто доехали до древнего пешеходного моста видимо самая главная достопримечательность в этом трибинье вода чистейшая в речке а вдоль речки сделана такая небольшая пешеходная прогулочная дорожка с велодорожкой и вот с одной и с другой стороны такая тема вода просто чистейшая видимо с гор стекает хотя у нас гор стекает мутная вода тоже терек весь мутный здесь все чисто друзья на обед у нас снова прискавится на этот разбой с ним но суть та же но стоит дешевле чем черногории будем пробовать и поедем черногорию обратно о ребятки еле села песковицу она чуть поменьше чем тивацкая но все равно блин здоровая фу наверно до вечера все опять желудок полный все едем черногорию дорога чем-то армении качество полотна получше пограничный пункт между боснии герцеговиной с черногорией сейчас народу принципе сколько там две-три машины перед нами достаточно быстро сейчас все будет но в общем суть тоже что и на той границе из машины выбили спорта сейчас их проштампуют едем дальше черногорской границы вот мы и езжаем в черногории такая же тема перед нами один человек наш земля в черногории все пола черногории въехали на платную дорогу дорога стоит 3 евро как говорится жить хорошо хорошо жить как говорится еще лучше а плохо жить лучше не жить но приходится смотрите в следующем видео город пираст город котор и ночная будва джиньи 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 бомбамару дик нейей суги ей айдэймой 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 Субтитры создавал DimaTorzok